Привет, меня зовут Александр Кошак, я не буду говорить, чем я занимаюсь. Скажу только одно, что я имею одну очень серьезную проблему, это онлайн-зависимость. Тема, которую я сегодня хочу рассказать, это будет онлайн-тертак, когда я действительно лжу. Дело в том, что имеем уникальную возможность работать минимум 8 часов в своей работе, я все это время, хочу я это время или нет, провожу онлайн. Так требует моя работа, и на самом деле интерес, интерес, который меня там поседневно с людьми сталкивают, это в любом случае связано с интернетом. Я всегда хочу есть, но это относится к моему информационному голоду, я его ощущаю даже в те моменты, когда я просто выхожу на улицу подышать с дежурным воздухом, когда я пойду на обед, когда я просто пойду навстречу, и я чувствую этот разрыв с социальным обществом, который просто меня дегатит. Когда я возвращаюсь домой, то, понятное дело, у меня там тоже существует доступ к сети интернет, и он достаточно высокоскоростной, и я могу пошариться по своим социальным закладкам, да, я посмотрю свои профили, может быть, я в течение дня что-то отметил себе интересное, и я это могу посмотреть вечером. И я также доступ к моменту и театру, это, наверное, самое важное, да. С работой и домом, казалось бы, все хорошо, но как быть ситуацией, когда срочный звонок, и тебе нужно отправить очень важный документ, касающийся там, не обязательно твоей работы, но он хранится у тебя в облаке, и ты должен его сейчас взять, он достаточно емкий. Что делается в таком случае-то? Мы принимаем решение выбрать какой-то интернет-кафе, даже не интернет, а просто кафе. Интернет-кафе сейчас такой вид немножко отмирающий, но тем не менее, мы подходим к кафе, пытаемся подключиться к ее сети, если нам это удается, супер, не удается, идем покупаем чашку кофе, а может быть, еще чуть-чуть побольше, тогда у нас есть доступ онлайн. Представьте себе ситуацию, что вы находитесь посреди улицы, вы договорились со своим товарищем встретиться в месте, где нет интернет-кафе, где вообще нет такого быстрого интернета, да, но у вас есть мобильный телефон, он оборудован там, джейсам-сетью, и наверняка вы подключили к себе мобильный интернет. Я запускаю, к примеру, для того, чтобы скоротать это время ожидания, запускаю социальное приложение, и теперь я жду не только, пока приедет мой друг, который опаздывает, а теперь я еще жду, когда хоть что-то через edge-соединение загрузится. Довольно-такой неприятный момент, но он существует. Никакого голоса, никакого видео об этом даже не может быть речь, а только текстовые мессенджеры. Вы скажете, что существует 3G сегодня, да, круто, но есть определенные правила, которых я просто обязан придерживать. У меня существует корпоративный телефон, я не стану в ближайшее время уж точно по определенным правилам менять своего оператора, но у меня есть смартфон, который меня, в принципе, устраивает, что он оборудован Wi-Fi. Оператор, мобильный оператор, на сегодняшний день, он как бы не оправдывает наши ожидания, хотя бы потому, что услуги, которые мы пытаемся у него заказать, они выходят достаточно накладными, и мы получаем в итоге не то, что бы мы хотели увидеть. Еще один совет, который относится к 3G, это то, что батарейка, которая в вашем дебайсе, с 3G, кстати, как минимум в два раза быстрее. Это просто можно увидеть на своих глазах, как батареечка в альпассе села. Даже посреди дня, если у вас сел телефон, то это как бы ужасно, где зарядиться. Какой же на самом деле существует выход? Выход есть. Это услуга, которая совсем недавно стартовала. Первый проект называется Wi-Fi роуминг. И что же она, в принципе, нам обещает? Все мы думаем, ну, как бы мы считаем себя достаточно образовыванными людьми, и на первый взгляд нам казалось бы, что мы знаем, что такое роуминг. Роуминг – это взять и ехать в Турцию, из-за очень дорого позвонить себе, своим родным и близким, и это реально вылезет нам в копеечку. Но по факту, роуминг имеет гораздо обширное понятие, и, как ни странно, оно имеет отношение, самое непосредственное отношение, к самому Wi-Fi. Это взято из ДТП, я не буду это пересказывать, кому интересно можно и смотреть, но смысл в том, что можно подключаться к какой-то сети, являясь абонентом другой сети, то есть к доступу к сети, в которой вы не являетесь абонентом. Как только у нас включен Wi-Fi, сразу мы все понимаем, какие у него существуют преимущества, об этом даже особо говорить не стоит, останавливаться. Но это потоковое видео, это обмену хорошими фотографиями, это можно делать очень быстро и без ожидания, утомительно, которое просто убивает. Сервис, который запущен, он на самом деле призван сэкономить на затраты на мобильный интернет и предоставляется на сегодняшний день компанией, которая является лидером на рынке этих коммуникаций, она ходит в топ-10 в Украине. С Wi-Fi роутбингом вы будете совершать совершенно привычные для вас вещи в совершенно непривычных для вас местах. То есть если вы прогуливаетесь с ребенком или с собакой под парком, у вас будет реально серьезный, достаточно серьезный доступ к сети интернет. Проект, который запущен, как я говорил, не так давно, он сейчас покрывает историческую часть центра города и он постоянно получает развитие, а также город Южный, который мы знаем, он покрыт полностью. Следующий по плану это районы Таирова, ну то есть спами Таирова это следующее. Когда я говорил о том, что Wi-Fi роутбинг призван сократить расходы на мобильный интернет, я на самом деле не соврал, потому что домашние абоненты сети одного из операторов они имеют вот такую вот возможность за 17 дней в месяц получить реально быстрый доступ к сети интернет практически в тех местах, где им это нужно. Флоган такой, будет всегда онлайн и призыв к действию как бы очевиден.